Изучая код различных проектов, часто можно увидеть такие имена типов, как int8t, uint32t, int64t и другие. Что это такое? Как это связано с нормальными и простыми intами long'ами и другими типами, про которые рассказывают при первом знакомстве с C++? Давайте разбираться. Чтобы было понятно, о чем дальше пойдет речь, надо сказать, как хранятся числа в памяти компьютера, ну или напомнить. Скажу на самом примитивном уровне, не углубляясь в прямое, дополнительные коды, структуру разных типов данных в зависимости от архитектуры процессора и т.д. Сейчас будет достаточно того факта, что целые числа хранятся в памяти в виде бит, то есть наборов нулей и единиц, загруппированных по 8, 16, 32 или 64 бита. Целые числа могут быть знаковыми, это когда число может быть положительным или отрицательным, или беззнаковыми, когда число может быть только не отрицательным, т.е. положительным и нулем. Для знаковых типов данных первый бит содержит информацию не о значении числа, а о его знаке. Большее количество бит позволяет записать большее значение. Это максимально упрощенно и в реальность есть нюансы, которые лучше изучить отдельно. Что это за зверь такой, Uint8t? Такие типы данных называются Fixed Width Integer Types, или же по-русски целые числа фиксированной длины. Фиксированная длина указана в названии каждого типа данных. Давайте расшифруем название на примере Uint8t. Это то же самое, что и Unsigned Char. Буква U означает о том, что число беззнаковое, т.е. его минимальное значение 0. Int показывает нам, что этот тип хранит целые числа. Число 8 говорит о том, что для хранения информации используется 8 бит, которые равны 1 байту. Такой тип может хранить числа в диапазоне от 0 до 255, а окончание t служит как маркер того, что это тип данных. В принципе, можно без проблем понять, что значат остальные типы. А для вашего удобства я приведу табличку, где каждому типу данных сопоставлен диапазон значений. Размер памяти, выделяемый для хранения типа int или long, может различаться в зависимости от компилятора, который в свою очередь тоже много от чего зависит. Поэтому, если на одном компьютере int это 4 байта, то на другом int может занимать только 2 байта. И как несложно догадаться, понять этот нюанс можно будет только при тщательной отладке программы. Поэтому применение типов с фиксированной длиной делает код более безопасным и понятным, а также универсальным. К тому же, типы char, int, long не дают никакого намека на то, какие числа в этих переменных можно хранить. А порой и вообще можно запутаться. Ведь, например, на моей системе нет никакой разницы между long, longint, longlong, longlongint. Все эти типы данных эквивалентны int64t. Изглянув на эту запись, сразу понятно, что для хранения переменной используется максимально возможный объем памяти. На практике, целочисленные типы с фиксированной длиной встречаются достаточно часто, поэтому как минимум узнать о их существовании полезно. Также, дополнительно к этим типам определены константы, содержащие максимальные и минимальные значения, которые могут хранить определенные типы данных. Подробнее об этой теме можно прочитать по ссылке или просто загуглить C++ Fixed with Integer Types. Продолжение следует... Продолжение следует...